Инспирия 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 и человек, его совершивший, до сих пор гулял на свободе. В общежитии нас в комнате было четверо, все из далёких от столицы сельских мест. В первый день каждый хвастался своим родным городом. «У нас самая вкусная лапша Удон», — говорил кто-то. «У нас отличные горячие источники», — важничал другой. «Дом моих родителей рядом с домом знаменитого игрока в бейсбол из высшей лиги не уступал третий. Что-то вроде этого. Ещё три девочки были из маленьких городков, но, по крайней мере, я слышала раньше эти названия. Когда же я назвала им свой, никто не мог даже сообразить, в какой префектуре он находится. Что это за место? Что там у вас есть?» — спрашивали они. И я ответила, «Там кристально чистый воздух». «Я знаю, Асака. Вы бы точно поняли, что я это сказала не потому, что больше гордиться нечем. Я родилась в сельской местности и дышала каждый день, не задумываясь ни на минуту о том, какой там воздух. Впервые я об этом услышала, когда начала учиться в четвёртом классе, весной того года, когда произошло убийство. Однажды наша учительница по обществоведению, госпожа Савада, сказала нам, «Все вы живёте в районе Японии с самым чистым воздухом. Знаете, почему я вам это говорю? Точные инструменты, которые используют в больницах и исследованиях, должны производиться в очень чистой среде. Поэтому производство открывают только в местах с очень чистым воздухом». В этом году компания Adachi Manufacturing построила здесь новый завод. И то, что производитель самого точного оборудования в Японии решил построить завод именно здесь, говорит о том, что тут самый чистый воздух во всей стране. Поэтому вы должны гордиться тем, что живёте в этом замечательном городе. После урока мы спросили Эмили, правда ли то, что сказала учительница. «Папа сказал то же самое», — ответила она. Таким образом, вопрос был решён. Раз Эмили подтвердила, значит, в нашем городе и в самом деле чистейший воздух. Мы безоговорочно поверили её отцу не потому, что он, человек свирепого вида, с тяжёлым взглядом, занимал в этой компании какое-то высокое положение, а потому что он был из Токио. В то время в нашем городе не было ни одного мини-маркета, но мы не придавали этому никакого значения. Мы принимали жизнь такой, какой она была. По телевизору мы видели рекламу куклы Барби, но сами никогда не держали её в руках. Для нас куда более ценными были модные французские куклы, которые местные жители с гордостью выставляли в своих гостиных. Однако после появления нового завода у нас возникло странное непривычное ощущение. Из-за Эмили и других учеников, приехавших из Токио, наш образ жизни, представлявшийся нам до сих пор абсолютно нормальным, стал казаться неуклюжим и отсталым. Всё, связанное с приезжими, не было похоже на то, к чему мы привыкли, начиная с того, где они жили. После начала работы компании о даче манюфектуринг в городе она построила жилой дом для своих сотрудников, первое в местной истории здание выше пяти этажей. Его старались создать в гармонии с окружающей средой, но для нас оно выглядело как замок на каком-то отдалённом острове. Однажды Эмили пригласила девочек из класса, живших в западном районе города, где и стояло это новое здание, к себе домой. Её квартира находилась на последнем, седьмом этаже. Я так волновалась накануне этого похода, что ночью практически не спала. Приглашение получили четверо. Я, Маки, Юка и Акико. Все давнишние подружки мы выросли в одном районе. Как только мы вошли в квартиру Эмили, нам показалось, что мы попали в другую страну. Первым откровением стала открытая планировка. Мы тогда и понятия не имели о совмещении гостиной с кухней. Огромное общее пространство нас поразило. Можно было смотреть телевизор, готовить и есть в одной комнате. Разделяющих стен не было. Нас угостили английским чаем. Его подали в чашках, которые нам, детям, категорически не разрешалось трогать дома. Субтитры создавал DimaTorzok